Всем привет! В этом видео мы поговорим с вами о такой важной теме, как РПП в спорте, а именно в фигурном катании. Мы разберём с вами, почему фигуристов заставляют худеть. Я расскажу вам несколько историй из зарубежного интернета, а в конце я прочитаю анонимные истории, которые писали мне мои подписчики в Телеграме. Кстати, обязательно подписывайтесь на мой Телеграм-канал, там я выкладываю своё питание, мои тренировки со льда, всякие полезные советы, книги, которые я читаю. Просто мой день, и там много всего интересного и полезного, поэтому обязательно подписывайтесь. Ну а мы начинаем и приступаем к этому видео. Это повсеместная проблема, но озвучивают её немногие. Дело в том, что фигурное катание, так же как и гимнастика, требует эстетики тела. Принято считать, что фигуристы лёгкие, словно бабочки, но в то же время у них должны быть мышцы, и в целом неплохо подкачанное тело, естественно, не как у качка. Однако не все тренеры и сами спортсмены помнят об этом, ведь существует законы физики, что чем меньше весит тело, тем легче его поднять, а значит легче закрутить себя и выполнить элемент. Примерно вот так начинаются все заголовки в интернете с темой РПП в фигурном катании. Да, конечно, вес в фигурном катании имеет большое значение, но не стоит забывать также и о здоровье. Есть очень много разновидностей этого расстройства, и об этом можно говорить просто вечно, но сейчас давайте послушаем несколько не очень освещенных историй. Первая история про обычную девочку-фигуристку. Например, здесь её папа рассказывает о том, что примерно в 13-14 лет она просто отказалась есть и была помешана на своём весе. Я всегда соревновалась в спорте, и эта культура всегда пропагандировала определенный тип тела, чтобы соревноваться. Я хотела соревноваться и делать это хорошо, чтобы достигать чего-то. Смотря в прошлое, я вспоминаю, что разговоры в раздевалках были действительно токсичными. Могли сказать, как похудеть 12-летнему ребёнку, как сбросить вес, и эти советы были действительно смертельны. Как мы можем понять по этому отрывку, девушка смотрела на некую фигуристку Катерину и хотела быть как она и весить так же, как она. И так же, как я поняла, отец восхищался Катериной, и из-за этого девушке хотелось ещё больше быть похожей на неё, чтобы отец тоже восхищался ею. И здесь, я думаю, были тоже какие-то невзаимопонимания в взаимоотношениях между отцом и дочкой. Здесь девушка рассказывает, что это началось из-за того, что она считала себя недостаточно худой для фигурного катания, хотя для нормальной жизни у неё был недостаток веса. Но такова реальность фигурного катания. Чтобы делать все тройные прыжки, независимо от твоей физики и твоего телосложения, ты должен быть очень лёгким. Всё начиналось очень легко, и я просто решила попробовать. Однажды я выкинув свой обед... Оу, я просто выкину свой обед, и я буду чувствовать себя хорошо, легко, и у меня будет идеальная тренировка, и вообще, что может случиться? Я лгала всем и самой себе, потому что я просто не понимала, о чём они говорят, что они говорят обо мне, и я просто была в хорошей форме, и это был как бы мой способ поддержания хорошей формы. Девушка рассказывает, что вернулась в одиночное катание. До этого она занималась в парном, где её постоянно поднимал партнёр, и она считала себя толстой. Но в одиночном катании также это не прекратилось, и её самый такой вес был, это 51 килограмм, самый плохой это 55-56, а идеальный вес это 53-52, который она старалась поддерживать. Это вообще-то, как живая, это вообще-то, но я был так, 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 и автоматически самым давал и не менее более веселого. И я так, так, и я так съёмок в это, что даже не было так, что я была даже ехать зацепи, которые я была ехать в том, что я была ехать в категории на критике, чтобы было более легче, давать их на конечнику. Мой стомакт hurt очень плохо, и я даже zurückкался в больницу, для очень плохого, Я не помню. Я не помню. Сейчас у меня все это проработано со специалистом, и то иногда заскоки появляются, но уже очень сильно редко. Поэтому все не шутки, девочки. Следующая история. Ситуация не моя, а моей подруге. У них тренер достаточно жесткий, и даже налет запрещает любую защиту. Так вот, у них в раздевалке стоят весы, и на каждую тренировку у них публичное взвешивание. И если кто-то поправится на пару грамм из группы, то все бегут после тренировки кросс по арене. На минутку у них в группе только 2-3 человека за 10 лет. В большинстве всем по 4-7 лет. Привет, Алена. Я скажу, что я толстая, но именно меня фигура не устраивает своей. Ну что ж, ребята, это были все истории. Вот такое видео получилось. Конечно же, хочется пожелать большой удачи всем, кто сейчас справляется с этой непростой ситуацией. И пожелать вам скорейшего восстановления, чтобы у вас все было хорошо. Ну а я с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока.